Несмотря на то, что жизнь в закрытом городе имеет свои неоспоримые преимущества, некоторые горожане по разным причинам принимают решение переехать на Большую Землю. Специально для них существует государственная программа, по которой жители зато могут получить субсидию на строительство или приобретение квадратных метров. Гражданин может принять участие только если у него отсутствуют иные жилые помещения на территории Российской Федерации, у него и у членов его семьи. Причем круг семьи определен в соответствии с нормами Семейного Кодекса. Общий трудовой стаж претендента на участие в программе должен составлять не менее 15 лет, которые он отработал в муниципальных или государственных организациях. При этом человек должен либо выйти на пенсию, либо быть уволенным по собственному желанию. Гражданин, претендующий на получение федеральных средств для переселения за пределы ЗАТО, должен сдать занимаемые жилые помещения в муниципальную собственность. Это могут быть и жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма. Это жилые помещения, находящиеся на праве собственности, принадлежащие как гражданину, так и членам его семьи. Если Саровчанин продавал квадратный метр, находящийся в собственности, то возможность получить субсидию для переселенцев из ЗАТО у него появится только спустя пять лет после совершения сделки. Если же все условия участия в программе соблюдены, признается право на получение мер социальной поддержки. Сам сертификат рассчитывается, исходя из определенной формулы. На одиноко проживающего гражданина расчет производится, исходя из 33 квадратных метров общей площади на человека, умножается он на государственную стоимость квадратного метра. Сейчас это в районе 46 тысяч. Семья из двух человек получает, исходя из расчета 42 квадратных метра, и три и более членов семьи, 18 на каждую. Сегодня сертификатов по этой программе ждут двое саровчан. Более подробную информацию по мерам поддержки граждан, выезжающих из ЗАТО, можно получить по телефону 9 90 57. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.